Добрый день, дорогие подписчики! С вами снова Чалвашев Сергей и магазин magicwand.me Сегодняшняя наша тема – основные вопросы про секс. Тема, которую меня попросили снять некие подростки, которые знакомы с некой моей знакомой, которая смотрит мои видео, так бы, скажем, вот так я завуалирую длинным-длинным. И там, в общем-то, простые вопросы, которые мне задаются. Вначале я отказался, возможно, это видео будет разбито на несколько. Вначале я отказался, потому что месить всё то же самое, о чём отвечают все на свете, и мне, честно говоря, не очень хотелось. Да я и не психолог, детям на эти вопросы отвечать. Но, с другой стороны, я пару раз был на таких обсуждениях как раз от типа психологов, которые обсуждали тему, нужно ли что-то обсуждать с детьми и так далее. И потом это не только для детей, ещё и для взрослых некоторые факты будут интересны. И всё-таки решил я записать это видео, когда попытался расписать все эти, ну, как бы, ответы, вроде интереса получится у меня или нет. И обнаружил у себя некую особенность. В моих, скажем так, трактовках, фактически я даже не буду давать ответы конкретные, но в моих трактовках я не увидел ни одной апелляции к морали, к нравственности. И тем не менее, они дают достаточно чёткие, ясные ответы на основе физиологии, сексологии, исторических данных и тому подобное. В общем-то, поэтому будем считать это некими логическими ответами на, с моей точки зрения, дебильными вопросами, которые зачем-то поднимаются обществом, ещё и обсуждаются, надо что-то знать детям, не детям, а как чего, там общение, не общение и тому подобное. С какого возраста нужно заниматься сексом? Можно заниматься сексом? Давайте для начала посмотрим историческую справку. Вот я всегда люблю посмотреть на историю, на ещё некоторые моменты, только потом уже делать выводы. Как мы знаем, в феодальные времена, да и в общем-то практически в любой стране тёмных веков, так назовём, это примерно до 18 века, практиковались браки с 13-15 лет. Поэтому можно судить о том, что когда этот вопрос возник у людей, возник он только в наше время, до этого люди этим вопросом не задавались. Я скажу более того, в Индии в какое-то время, причём тоже ближе к нашим векам, я не помню, то ли 18-й, то ли 19-й вообще век, то ли 20-й, Индия издревле такая вот сексуально развитая страна, там с камасутрами и так далее, там с какими-то трактатами, ну камасутры это по-моему китайские, но у них там же какие-то трактаты были любовные. Так вот там в какой-то из веков запретили брать в жёны девочек до 13 лет, в связи с тем, что была очень высокая смертность среди молодых женщин, когда они рожали. Поэтому там даже про 13 лет не шла речь. Когда детям можно рассказывать о сексе? Недавно я сидел там в какой-то компании, ну и знаю, чем я занимаюсь, люди решили пообсуждать при мне одну тему. А вот в школах вводят, и они с таким ужасом это говорили, в школах вводят сексуальное образование с 13 лет! И более того, там будут рассказывать ещё и про геев и лесбиянок. Но тут что я могу сказать? Из своего собственного опыта я знаю, что достаточно многие мои девушки, по большей части, видимо, жизнь сводила меня только с ним фоманками, но многие мои девчонки говорили, что первый их секс, и в том числе далеко не последний, то есть они плотно занялись, начали заниматься сексуальной жизнью в 13 лет. А теперь внимание, то есть мой ответ был простой. А не познавато ли в 13 лет-то такие образования устраивать? И он ещё строится ещё на одном моменте. Про геев и лесбиянок я тоже расскажу, стоит ли об этом рассказывать. Половое созревание, возьмём теперь медицинский факт, половое созревание у людей возникает с 9-12 лет, то есть либо там, либо там, либо там, и продолжается оно до 18-20. Отсюда мы точно видим, когда девочкам стоит рожать, то есть раньше, чем половое созревание закончилось, рожать не стоит. Мы, конечно, живём в век уже достаточно продвинутой медицины, и рожать после 30-ти, в общем-то, не проблема. Вот считайте, что рожать до 20-ти, это, в общем-то, тоже некая проблема, как рожать после 30-ти. Да, человечество это делало ещё до такой медицины. Ну, как бы я сказал, да, там, про Индию, какие у них проблемы были там, и они не решаются уже никакой медициной. Соответственно, знать про секс, человек, как бы, его стремление к этим процессам начинается не в 15, не в 16 и не в 20 лет. Его задумывания и изменения в организме начинаются с 9 лет. У кого-то раньше я анонизмом занялся в 6 лет. Один мой знакомый в 5 лет. Причём у девочек тоже. Я знаю девчонок, которые начинали заниматься анонизмом в такое же время. По сути, наше созревание наступило сильно раньше. То есть мы понимаем, что 9-12 – это средний показатель. Вот так же, как средний половой член, там, от 11 до, там, 17 сантиметров. Но есть и меньше, а есть и больше. Среднее по больнице не значит точные данные. Это значит среднее. И, по сути, ребёнок, когда он взрослеет, уже должен понимать, чего его влечёт и к чему его влечёт. Я, например, про секс, слава богу, узнал в 6 лет. Мой брат в 9. Ну, я то ли в 6, то ли в 7, мой брат, сладок, то ли в 9, то ли в 10. Мама привезла нам цветную книжку. Она, конечно, не умела и не могла про всё это говорить с их воспитанием таким деревенским. Ей, конечно, было страшно про всё это говорить, но она видела, с какой масштабностью вся эта тема проникает сейчас в жизнь. Это было начало 90-х. И она решила не особенно играть в авоську и привезла нам такую цветную книжечку. Стоила она безумных денег. Но она её просто взяла в аренду. То есть взяла за деньги и потом вернула за какую-то часть стоимости этой книжки. В принципе, мужики, которые форцевали, им было только в путь. Они могли одну и ту же книжку много раз продать. А она, в общем-то, требует одного прочтения. И вот когда мои сверстники в 11-10 лет, в 10-11, это мы опять вспоминаем про сексуальное образование с 13, да? Когда в 10-11 лет мои сверстники пытались спорить на тему того, есть ли у девочки там что-то или у неё просто нет пиписьки. И вот один, я где-то уже на видео говорил, один мальчонка утверждал, что у девочек нет пиписьки, и поэтому сексом занимается в любом случае в попу. Как вы понимаете, он пубертатный период пережил с некими, ну, скажем так, отклонениями. Ведь какая разница? Я, конечно, очень надеюсь, что потом он исправился. Нужно ли детям рассказывать о людях нетрадиционной ориентации, геях, лесбиянках? Почему дети должны знать и в какой форме они должны знать про отклонения? Во-первых, они должны знать, что это отклонение, то ли физическое, то ли психическое. Но таких людей всего лишь 3% на планете. И характеризуются они тем, геи и лесбиянки, тем, что их возбуждает тело своего же пола. И вот поверьте, если человек, даже маленький, будет знать, что проверка очень простая, он, ну, скорее всего, услышав от какого-нибудь мальчика, давай попробуем, скажет ему, пошел нахрен, иди в свои 3% и занимайся там чем хочешь, я в них не вхожу. Но, конечно же, при этом надо понимать, что пубертатный период, время такое, очень много девочек пробуют с девочками, с мальчиками. Мальчики, к счастью, пробуют редко, потому что это порицаемо. Девочки чаще пробуют, потому что это непорицаемо. И к 15 годам многие видят, что это прям чуть ли не восхваляется в мужском сообществе. Поэтому, конечно же, превращать это в Америку, где человеку говорят, ну, ты вырастешь, и потом решишь, кто ты. Нет. Все понятно сразу же. В пубертатном периоде главное не ограничивать общение мальчика, чтобы он не находился в сугубо мальчишеской среде, а девочка в сугубо женской. Чтобы у них те места, которые они посещают, изначально были завязаны на смешанные классы, смешанные всякие увлечения, и так далее, и так далее. Чтобы человек не мог просто вот там непонятные какие-то девочки, а вот тут у мальчиков все понятно. И так же у девочки там какие-то непонятные мальчики, а я вот девочкой с девочками тусуюсь. Чтобы, не дай бог, это не наложилось, у человека должно быть разностороннее общение прямо с детства. Тогда вот этот единственный момент и огрех, там где может любопытство сыграть над физиологическими особенностями и психическими, вот чтобы вопрос не произошло. Блин, прикольно, интересно очень, на самом деле. И последний кусочек отсюда, возраст, в котором надо рожать. Как я уже сказал, это физиологически после 20 лет. Да, конечно, если девочка хочет родить, потому что она не хочет учиться в школе, и она хочет сделать это в 16, чтобы сесть на жопу и свесить ножки с плечиков своего любимого мужчины, которому 19 лет, а он похреначит на стройку. И я такие истории видел. И у меня до сих пор есть одна знакомая, с которой я мало общаюсь, но это дико. Девочка родила там в 19, с большой радостью, какая учеба, какой университет, я родила, теперь я буду сидеть. Потом она родила еще раз, потому что мужик от нее сбежал. Сейчас она мается с двумя детьми, без образования, она не научилась нормальные деньги зарабатывать. Все, что она зарабатывала там, это как работала какими-то официантками. К 30 годам с ее характером невыносимым, никакой официанткой ее никто никуда уже не возьмет. Работает она, фиг знает кем. И с точки зрения социальности. Разумеется, мы живем не в 15 веке, когда в 13-15 ты можешь уже там идти картошку копать или там бошки срубать. Мы живем в продвинутый век, и чем дальше, тем будет все хуже и хуже. Мало того, что образование было важно в том веке, в этом веке мы наступаем уже на такие грабли, что образование еще и меняется с каждым годом. Вы уже не сможете один раз научиться профессии и больше не учиться, вам придется доучиваться регулярно. И с точки зрения социальности, конечно же, лучше всего сексом, ну я сейчас, конечно, скажу глупость, но с точки зрения социальности рожать, разумеется, где-то после 25, по крайней мере, для мужчины, когда он более-менее хотя бы встал на ноги, ну не мужчине рожать, детей заводить. Девочке, если она занимается карьерой, тоже где-то примерно 25, потому что иначе она, ну что, вышла из института, пошла сидеть дома, ну она там также и останется. Не пойдет она уже работать потом. Мы не обсуждаем даже девчонок, которые просто хотят выйти замуж и нихера не делал сидеть на жопе. И таких вот, кстати, процентов 60 в нашем обществе. К сожалению, к счастью, кому как больше нравится, но вот ныне некоторые знакомые, кто сидят, нет у них ни бабушек, ни дедушек, они сидят одни дома, не поверите, они работают в половине случаев. Не потому, что они семипяди во лбу, они нашли себе какое-то место и, кстати, неплохо зарабатывают эти девчонки, скажу. Если хотят, то да. Вот с точки зрения социальности вначале нужно закончить школу, институт и проработать на работе, понять, чтобы хотя бы дойти до момента, что я стал кем-то ценным сотрудником. Вот до этого точки. То есть раньше 25, вот раньше 20 нельзя, потому что это не физиологично, раньше 25 это не социально просто. А если вы на врача идете учиться, вам учиться до 30. То же самое на певца в консерватории до 30. Есть масса профессий, где обучение происходит до 30. В таких случаях, конечно же, где-то можно сделать перерыв, но точно не в момент училища. Ну, как я сказал, все медики, это училище, институт, потом всякие интернатуры, ординатуры, там и так далее. Понятно, там девчонкам нужно где-то в какой-то в этот период, но где-то в промежутке или в процессе уже брать академ, там тем более на эти вещи смотреть нормально, ну, потому что там все профессора понимают, до каких лет не врач, и ты не певец, и ты и так далее. Поэтому, как видите, в том, что я рассказал, нет ни одной моральной дилеммы или проблемы. Оно все охарактеризуется вполне себе существующими ограничениями. И даже, заметьте, не юридическими. Юридические я тоже расскажу, просто для основы. Ну да, ну вы видели, что ни одной моральной дилеммы, в общем-то, не возникло в этом вопросе. Никогда детям рассказывать, все и так понятно. Да, можно строить моральные дилеммы и говорить, что 9 лет это рано, хорошо, рассказывайте 15. Там вот этого преподавателя современные дети уже самого смогут научить. Поверьте, мои видео нельзя смотреть детям. У меня запрет стоит, ребенок не может открыть мое видео. Как вы думаете, мою знакомую спрашивали, попросили на эти вопросы дать ответы. Вот я не знаю. Она сказала, что не показывала эти видео. Но люди просто знали, что есть такой чувак, и как бы меня там легко было найти. Собственно, зайти через гостевой аккаунт в YouTube и поискать кого-то точно знаешь. Ну, в общем, как бы все, вот понятно. Через гостя входишь и ты уже у тебя нет возраста. Никакого там child free уже нет. Хотя у меня видео нельзя смотреть детям два раза. Один видео не для детей, и два видео нельзя смотреть несовершеннолетним. Тем не менее. И последний аспект, он такой юридический. В принципе, из него тоже, ну, как бы, я вот, кстати, в нем никаких противоречий с реальной жизнью не обнаружил. До, грубо говоря, 12 лет, ну, это не совсем нормально, но я, опять же, знаю одну девочку, которая в 12 лет уже была не девочкой. Правда, ну, одну за всю жизнь. Но это не моя девчонка была. Девчонка друга. Вот. Значит, до 12, то есть ничего не будет в теории, мы такой самый крайний берем, то есть если там девочке 12, мальчику 13, или наоборот, так далее, в общем-то им ничего не будет, но в любом, любое сексуальное воздействие с лицом до 12 воспринимается как изнасилование. Ответственность наступает с 14 лет. Поэтому даже по согласию, если мальчику или девочке 14, а партнерша партнеру 12, еще не исполнилось, соответственно, это уголовное наказание. Пока меньше там, вот ему там до 13, ей до 12, ну, наверное, ничего не будет. Но как бы мы берем такое, прям я пошел с самых низов. Ответственность за взрослым людьми я даже не буду обсуждать. Мне неинтересна эта тема. Значит, следующий порог. Пока вам не исполнилось 18 лет, в общем-то, девчонок с 14 до, соответственно, своих же 18, вы можете делать с ними чего угодно. Ну, там есть нюанс. Вот вам исполнилось, вот у вас, вам, допустим, 17, а вашей девочке 15. И, допустим, у вас есть сексуальная жизнь. Вот вам исполнилось 18, забудьте до нее, пока ей не исполнилось 16. Вам нельзя заниматься сексом. Но, правда, тут есть элемент по согласию, но реально могут наши полицейские очень часто ленятся, им поставить палочки, даже если ваши родители будут бегать и кричать, да вы что, дурачки, что ли, они там по согласию занимаются. В общем-то, по согласию можно, но доказать это будет сложно, поэтому вот лучше не надо. В общем-то, ну, как бы, если родители в курсе, шанс понижается. Ну, так вообще очень стрёмно. И так, соответственно, получается после 16 лет, в общем-то, уже человек считается половозрелый, его пубертатный период точно начался несколько лет назад, он точно где-то в середине находится, своего взрослого, вот этого биологического взросления до половой зрелости. И, заметьте, он еще не половозрелый, на самом деле, половозрелый все-таки у нас после 18-20. Поэтому, как бы, дальше люди могут заниматься чем угодно. И сразу отвечу на два момента. Если вам 19 лет, и вы вполне себе уже мужчина, да, маленький, но мужчина, и вы засматриваетесь на девочек 13-12 лет, вам специалисту, пока вы этого не совершили. Потому что там еще детская физиология, вам чисто теоретически не должна она нравиться. Ну, и чем дальше возраст, тем больше. А с другой стороны, отвечу на вопрос многих мужчин, вот вам 40, вам нравится девочке 22-х лет. Да, в 30 лет это может казаться ужасным, но в 30 лет тоже нравится девочке 22-х лет. И вот, если вам 40, а вам не нравятся девочке до 22-х лет, вы либо врете, либо вам тоже к тому же самому специалисту, но с другой проблемой. Потому что, как только наступает половая зрелость, которую мы выяснили 20 лет, мы воспринимаем этого человека как полового партнера. Да, я пробовал встречаться с разницей в 15 лет, ну, как бы, девчонок младше 19-х мне не было никогда, ну, даже, когда мне было меньше. Я пробовал встречаться с разницей в 14-13, не в 14-15 лет, по-моему, в 15-15 даже, по-моему, самое максимальное. Вы, конечно, не найдете общий язык. Какое-то время вам будет друг другом весело, потому что вы умный, а она всякая такая там сбалношная и ее там очень интересуют какие-то там вещи, которые вас там только в 40 начали интересовать, ролики там, фиголики и так далее. Но, как бы, здесь вопрос, если вы можете прожить без общения, вы можете встречаться, если вам от этого общения не нужно, можете не встречаться. Я вот до 35-ти очень сильно комплексовал, переживал и орал на своих друзей, что за фигня, у тебя опять девочки 22 года, тебе 33, какого хрена? Это, говорю, что за ужасно? 10 лет разницы, это кошмарно. И поверьте, я вот потом еще где-то года 3 переживал страшный стресс, когда сам понял, что мне там нравятся девочки 25. Поэтому, поверьте, как бы, если у вас такая же ситуация, то не бойтесь, это норма. Вот, и к этому приходят все. А все, кто как я в 33 орал, что типа, а, она на 10 лет младше, это кошмарно. Ну, этот человек немножечко кривит душой. У меня у самого в 30 была девочка 20 лет, и почему я в 33 вот так орал, я не знаю. Нет, она мне, конечно, наврала, она мне говорила, что ей 24. Я так, ну ладно, потом думаю, о боже. и еще для любителей морали я скажу такую вещь ужасную для вас. Младенцы и девочки и мальчики занимаются анонизмом. Спросите любых акушеров, спросите любых современных молодых родителей, не те, которые делали так, а, нет, я этого не видела. У меня мама на полном серьезе спрашивала, бежала к врачу и спрашивала, все с ним нормально, он там, что он делает, и так далее. И он врач сказал, нормально, вы не обращайте внимания, на самом деле закончится через какое-то время. Да, младенцы какое-то время занимаются, потом прекращают этим заниматься и потом это наступает ближе к началу поплавового созревания. Секс или разговор о нем это стыдно? А тут важно понимать один момент. Разумеется, секс и разговоры о нем, опять же, как я говорил, я не буду делать моральных, этических изысканий. Фактически у меня из любого моего разговора выйдет, что они бессмысленны. Во-первых, давайте разберем, почему многим людям стыдно говорить о сексе. Я выйду с другого примера. Попробуйте вот сейчас отойти, куда-нибудь нажать на паузу и объяснить кому-то присутствующим рядом с вами. На каких принципах построена математика? Ну, при условии, вы не профессор математики и не заканчивали физмат. Или каким принципом выигрывают в шахматах? Вот я вас уверяю, что большинство из вас не сможет связать четко и даже задать вопрос об этом, не то что рассказать. почему я исключил оттуда математиков? Потому что у них как раз в мозгу они очень много на своих лекциях и во время обучения, тем более профессора, для которых математика это уже целый набор пластов построения, то как у них в мозгу все это разложено, их мысли, нейронные дорожки и так далее. У них это все в избытке. Они могут вам легко начать рассказывать про математику, откуда она берется, как все это делается и так далее. Обычный человек, вот я, я скажу, ну ей типа складывают, все можно перемножать, ну то есть как ребенок по сути. Она нужна, чтобы считать, она нужна, чтобы считать бабки, вот как предприниматель, я хотя бы смогу сказать, нахрена это надо. Я не смогу вам описать те принципы, которые наверняка сейчас с легкостью воспроизвел бы человек, у которого физмат образования. В его голове есть шаблоны, есть нейронные связи, которыми об этом можно говорить и ему есть что про это говорить. И у них ведь есть, у обычного человека ведь по поводу математики, мне вот не стыдно попытаться, я конечно буду думать, что я сейчас какую-нибудь хрень с мороженом, и так далее, но я же не знаю математику, у меня же простой отмарал, ответ это. А теперь мы возвращаемся к сексу. И даже если про шахматы, я могу что-нибудь там попридумывать, но шанс того, что вокруг найдутся люди, которые знают что-то просчитывать ходов, вот это кстати все, что я наверное знаю про шахматы, ну там что там наперед считается, там анализируются какие ходы сделать, что из этого произойдет и тра-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля, но это шахматы. Мне не стыдно признаться, что я никогда не учился играть в шахматы. Ну я умею, но я не учился на серьезном уровне. Я не заканчивал физмат-школу и задай мне вопрос, ну как же, ты не можешь описать, что такое математика в человеческой жизни. Я скажу, да бог с ним. А ты не сможешь рассказать, чем латекс от силикона отличается. Ну вот, понимаете? А здесь мы затрагиваем тему, которую вроде как знают все. И вроде как заниматься сексом знают все. И даже почти все прочитали хотя бы одну книжку на эту тему. Ну правда, вот я много на эту тему читал и ценная одна из 20 книжек. Вменяемая одна из 10. То есть вот на 20 книжек у нас одна нормальная, одна прекрасная. А все остальное туфта. Либо которую я знаю, либо в которой какая-нибудь просто ересь описывается. Или бесполезность какая-нибудь. И вот здесь возникает первый стыд, который у человека есть. А стыдно вообще признаться ваш объем знаний на эту тему. Он же не академический. Это же все, что вы только слышали где-то, читали максимум. И те, кто читал. Кто из вас больше, чем 5 книжек о сексе прочитал в своей жизни? Нелюбовных романов. Вот то, что можно более-менее обозвать научным трудом. Никто. И не психологией только вот. Ну, либо уже клинические, которые разбирают именно отношения, почему люди выбирают таких партнеров, всяких партнеров. Именно про секс. То есть, если вы читали игры, в которые играют люди, или что-то подобное, это не считается. Это не та книжка, она не о сексе. Она о психологии. И не смешивайте, пожалуйста. Сексология это сексология, психология это общая психология. И поэтому, по сути, как бы людям зачастую, вот я отвечаю, стыдно или не стыдно, на самом деле, людям стыдно говорить просто из-за того, что их маленький объем знаний и предполагает, что их могут заклейнить сверху, что они мало знают. Да, видя перед собой лектора, люди более открыто задают вопросы. Мне, люди, знакомые, могут задать вопросы, на которые они никогда не зададут соседу, потому что заведомо тот человек обладает вроде как такими же знаниями. А я вроде как большими, и как бы, ну, передо мной не стыдно показаться не знающим человеком. А мне вот не стыдно будет показаться не знающим перед реальным сексологом или сексопатологом. Я с удовольствием буду ему вопросы задавать. Но я даже еще с большим, чем вы, меня это еще интересует для моих изысканий, так скажем. Поэтому, прежде чем разговаривать о сексе, да, ну, конечно, нужно пытаться. Особенно в парах и парам нужно пытаться и не стесняться, что вы сейчас скажете какую-то глупость. Но поймите, чтобы вы начали общаться о сексе, вообще прям общаться, а не просто как дети перебрасываться фразами, чтобы вы могли выстраивать аналитический маршрут своих мыслей, вам нужно вначале построить фундамент из вот тех самых пониманий, грубо говоря, нейродорожек в голове у себя. Читать вы будете или общаться с партнером, партнершей. Но только не надо, то, что вы общаетесь с друзьями, а я вчера такой, а я такой, а вот они вот это, ну да, когда это, то-то-то-то происходит. Это бравирование тоже ни к чему. Это не общение про секс, это бравирование на тему секса, но не более. Поэтому зачастую у людей нет проблемы, как бы, что им стыдно общаться на тему секса. Им просто стыдно про это говорить. Ведь когда какая-нибудь бабушка, которой с детства приучили, да, есть еще один момент, аспект, очень многих просто с детства приучили, что это плохо и что об этом нельзя говорить. Давайте даже не будем пытаться отвечать вопрос, стыдно ли говорить о сексе, а вначале, хотя бы, чтобы о нем говорить, вы создайте у себя базис знаний, накатайте себе нейродорожки. Я вам сейчас вот приоткрою еще тему, где я буду рассказывать про голос для секса. Вот. И для того, чтобы вы могли начать общаться и говорить на эту тему, вы должны садиться с партнером, партнершей, разговаривать, а чтобы вы там могли связанные речи вести, вы должны ну, оптимально, конечно, для начала прочитать, а после этого сам с собой, у человека, в голове у себя, должен попрокручивать вопросы и поотвечать на них. Прямо сядитесь или ложитесь и начинайте прокручивать фразы, ответы и вопросы из своей головы. Что бы вы хотели задать, что как бы вы ответили и что бы, может быть, вы хотели бы услышать. Но этого еще мало. Когда вы попытаетесь вслух произнести, вот я делал штуку для пары, я должен был им говорить, что они должны друг другом делать, что ощущать и как бы там узнать приведет мой эксперимент к нужной точке или не приведет, или к чему-то другому эту пару приведет. И я такой думаю, ну блин, я же про это все знаю, а у меня накатанные многие нейродорожки, я же вам про это рассказываю, ну про них. Я такой думаю, ну я вам скажу, так думаю примерно, ну вот надо вот это, вот это, вот это. И потом я слава богу прокрутил у себя в голове это, лежучи перед сном. И я понял, что я не могу сформулировать это в нормальную связанную речь. Делай вот это, почувствуй это, обрати внимание сюда, потрогай, теперь мягко, теперь потрогай более жестко. Девушка, а ты ощути разницу в прикосновениях, оцени, какое тебе понравилось больше. Вот это сейчас легко. Вначале я не мог. и то, как бы я сейчас не подготовлен, я там что-то там внес. Вот вы точно так же в голове у себя. И когда я попытался потом сказать вслух, слава богу, опять же, перед всем этим событием, я такой думаю, а ну, что, теперь я все знаю, все хорошо. И я пытался произнести это вслух. Вот то, что я вам говорил сейчас, было не подготовлено, бессвязано так, ну как бы и не имело никакой точки, я что-то там вспомнил, что я хотел к этому готовить. А у вас получится еще хуже. Поверьте, у меня в первый раз получилась полная каша. А давай-то ее возьмем, надо, чтобы он взял ее за руку, и она почувствует, вот такое, что тут почувствовать, она должна. А я должен был это людям говорить. Когда это небольшая тренировка, как говорить на какую-то тему, прокрутите в голове, проговорите самому себе, фотографии, если вам так легче сказать. Я вон секс-куклей Вике рассказывал, когда мне надо было, мне чуть легче было. Фотографии человека расскажите. Потом говорите человеку. То есть обретите просто навык обращения со своими же знаниями на тему секса. Такая небольшая шизофрения позанимайтесь, только недолго. Не надо на это тратить месяц, тогда вы точно уедете к специалистам другого класса. Так что, как видите, здесь тоже нет моральности. То, что я затронул, ну нету тут морального. Можно обсуждать хорошо или плохо. Вы вначале не учитесь. Вы вначале простройте связанное предложение и связанную фразу. Попробуйте задать вопрос, попробуйте на него ответить. Только после этого думайте, вам стыдно про эту тему говорить или нет. Или вы стыдитесь про собственного незнания. вопрос, который интересует не только подростков, детей, но и взрослых. Секс по любви и без. Чем отличается и вот как вредно, не вредно и так далее. Итак, давайте рассмотрим этот вопрос. Если кто-то из вас смотрел фильм «Хранитель», да, я сейчас совершу каверзное преступление, разрушу прекрасные мечты постепенно, до этого я скажу простую фразу. Кто из вас смотрел фильм «Хранители» такая фантастика с супергероями, где они все не особо супергерои? Ну там есть такой синий чувак, который может все. И ему там спрашивают, а вот они все померли от того, что возможно от того, что у вас радиация и вот они от рака померли. Не думаете ли вы, что это из-за вас? С точки зрения атомарного веса живое тело от мертвого ничем не отличается. Поэтому давайте немножечко отойдем опять же эмоциональной составляющей и немножечко вернемся к физиологической. Когда мы любим у нас при виде человека и не важно каким способом это описывать, при виде человека и когда мы находимся с ним рядом, выделяется кучка гормонов. Повышенное выделение окситоцина, дофамина, эндорфина, серотонина. Я даже делить не буду, но напомню, что окситоцин в основном от прикосновений выделяется. Он происходит сам по себе. Возможно, из-за запаха, который источает человек. Возможно, любовь возникает как-то еще по-другому. Это, в принципе, даже не важно. Но в той ситуации вы находитесь в состоянии некой наркотической гормональной зависимости, на самом деле наркотической зависимости от собственных же гормонов. Заметьте, не от гормонов другого человека. Я уже сто раз слышал, что на каком-то микроуровне электротоки обмениваются, биополя и так далее. Покажите. И говорил примеры. Он говорит, я всегда могу почувствовать, когда тебе хорошо. Я говорю, давай, потрогай. Она меня трогает где-то здесь. По-разному. Он говорит, лучше здесь показать. Допустим. Трогает мне лицо, допустим, на самом деле сзади. Потрогала, потрогала. Говорит, тебе было приятно вот здесь. Я говорю, ну почти. Ну в смысле почти? Я говорю, ну вообще-то мне было приятно вот здесь. Когда-то трогала. А то, что ты там просекла и догадалась в момент попозже, ну ошибка, говорю, в 10 сантиметров в общем-то фатальна, потому что если трогать меня здесь ничего не будет. А если трогать меня здесь, там будет все хорошо. Поэтому лишний раз доказывает, что и не одна такая уже девчонка выступала. У девочек часто склонность к эзотерике, к великому, божественному и так далее. И вот все они говорят, что я вот почувствую, я вот могу чувствовать. А на деле оказывается, что не может чувствовать. То есть шанс ошибки он велик. Все это происходит у нас в голове и не более. Так вот, когда у нас вот такое вот повышенное гормональное состояние, нам, конечно же, хорошо. И нам даже делать ничего не надо. Мы подошли к человеку, грубо говоря, вмазались им и все. И нам хорошо. Но надо учитывать. И, конечно же, да, это прекрасное чувство. Я сам влюблялся и не раз. Но у него есть пара минусов. И я, кстати, не говорю, что надо его избегать, оно плохое, там, так далее. Я просто контактирую факт. У него есть пара минусов. Во-первых, вы торчите от того, что происходит с вами на основе каких-то, дай бог, поведения человека или его запахов. Не того, каким человек является. Чтобы узнать человека, должно пройти время. Мы не можем узнать человека там за два, три, четыре, там, десять общений. Поэтому вот эта вот любовь с первого взгляда, она уже не подразумевает хоть какой-либо сознательной составляющей при выборе нашего партнера. И кого мы выбираем, мы не знаем. Поэтому рациональность, конечно же, находится под плинтусом. Но мы берем ситуацию, когда мы не любим человека и занимаемся с ним сексом. Здесь чисто физические составляющие, от которых зависит наше состояние, насколько нам понравилось, не понравилось. Конечно же, не стоит заниматься с человеком сексом, если вы этого не хотите совсем. если у вас идет отторжение. На примере я, когда занимаюсь чем-то, это даже не секс, с испытуемыми, далеко не всегда фанатею от этого процесса. И мне потом иногда бывает тяжело после всего этого. Поэтому в первую очередь, конечно же, на сексе без любви нужно обращать внимание на просто комфорт, который вы ощущаете. И, разумеется, на том, что вы хотите получить, чего вы не хотите получать. То есть здесь более рациональный подход, на самом деле раскачать друг друга теми же прелюдиями вы можете примерно точно так же. С одной небольшой разницей, когда процесс закончится, вот этот гормональный всплеск, он так же быстренько и уйдет, он не останется. Рассуждать, хорошо ли, плохо ли заниматься сексом без любви, а, не должно быть противно, и б, секс без любви подразумевает все-таки достаточно хорошую осведомленность о сексе. Потому что вас не будет просто так вштыривать человека, потому что он рядом. Это, он не наркотик, он человек. А почему вот люди в браке, которые находятся муж с женой, у них вроде бы как бы любовь, но присутствует все равно измена. То есть я вот слышала даже таких людей, которые вот мужчины, он говорит, я люблю до безумства свою жену, но вот она меня не возбуждает, я ее не хочу, и я вот, мне вот как-то так не хватает этого. И здесь тоже часто проблема исходит как раз из-за отношений, построенных на любви, на гормональной связке. Ну, просто самое простое, это первое я разберу. Когда вы на всей этой торкнутости, вот этой наркотической зависимости и так далее, проходит какое-то время, и уровень этих гормонов уже понижается в вашей крови. Так устроена физиология, с этим ничего не сделаешь. Любовь, вот такая гормональная всплеска и друг друга хотение безмерное, оно со временем будет остывать в любом случае, хотели бы вы этого или не хотели бы. Да, многие говорят, что отношения это серьезный труд, над этим надо работать, чтобы чувства не пропадали, нужно пытаться их сохранить. Спрашиваешь людей, что нужно делать, чтобы чувства сохранились. Никто же не дает нормальных ответов. Ну, я знаю, почему, потому что их нет, этих ответов. Все говорят, ну, вы должны проводить время вместе, а сколько-то времени подальше друг от друга, не спите в одной постели, это понижает уровень. Ну, да, это способы такие, отдалить все это дело, отдыхайте вместе, а когда-то отдыхайте не вместе. То есть, такие, грубо говоря, не увеличивайте дозу своего наркотика до беспредела, потому что потом она начнет падать. Ну, действительно, если будете каждый день бухать, то доза будет расти, а удовольствие будет уменьшаться. Так устроены наши все эти рецепторы дофаминовые, при большом избытке, потом это становится нормой, чтобы нам стало хорошо, нам надо через эту норму пытаться выпрыгнуть, а плюс еще со временем они становятся неадыкными, со временем большой объем гормонов, которые выделяются в вашем мозгу, он уже не приносит такого удовольствия, потому что рецепторы это привыкают к этому всему, и дальше им надо либо больше, либо все это начинает затухать. Поэтому, конечно же, в ситуации, когда вот вы не хотели измен, произошло там три года прошло, опять же, любой физиолог вам скажет, что любовь процесс временный, он проходит, от двух месяцев до восьми лет, вот вроде как зафиксированный средний показатель по больнице, понятно, бывает и быстрее, бывает и дольше, но сколько это займет у вас, вы не знаете. Поэтому, конечно же, та любовь, которая изначально бывает, и брак, который построен на ней, это очень шаткий брак, потому что вы изначально сошлись не на своих каких-то интересах и так далее, а вы не на том укладе жизни, который нравится вам обоим, а вы, причем, заметьте, брак это не про любовь, брак это про совместный быт, это было так всегда, все, кто говорит, что брак это для там высоколюбящих друг друга людей, это вранье, мы берем 99, там почти 100% браков, и мы понимаем, что, не знаю, 99% из них люди не любят друг друга через 5 лет. но так и не пытайтесь подойти к вещи, которые созданы для того, чтобы вести совместное хозяйство, как к вещи, которые почему-то должны вдруг задерживать и вызывать у вас в любовь. От того, что даже вы высоковерующий человек, исходите, повенчаетесь в церкви, никакой бог не будет хранить в вас все это гормональное. Ну, во-первых, да, я раз говорил, я практически атеист, бога нет, но для меня, но все равно все эти браки, которые, неважно, венчались, они не венчались, если посмотреть статистику, примерно одинаково все эти браки, потом уровень чувств снижает. И ничего, кроме совместного уважения, вот этот брак совместить не может. он часто живет за счет детей, и люди, в принципе, не имея детей, выгнали друг друга из своей жизни через 3 года, но они через год ребенка заделали. И вроде потом надо ребенок вырос, чтобы он вырос, так далее, ну а через 20 лет уже как-то расходиться, все уже старые, хрен кого найдешь, там так далее, в общем, хотя я и таких пар знаю, да, там есть вот, хожу в караоке, там иногда приходят такие женщины, такие под 38, ааа, блин, жизнь, я не знаю, о чем этим мужикам рассказывают, вот честно говоря, вот, видимо, девочкам так легко находить мужиков в раннем возрасте, что потом не начинают делать ошибки, которые мужчина прекращает делать еще там в 25, ааа, меня бросил муж, это же так ужасно, я не знаю, как мне теперь жить, так далее, вот дети выросли, вроде взрослые, он сказал, что они уже взрослые, так что, типа пошла нахрен, вот, пожалуйста, ну они дотерпели, как бы от своей точки зрения, то, что я точно знаю, что, я не знаю, как сохранить уважение совместное, и так далее, это вам, как психологам, но уровень гормональный можно сохранять за счет знания друг друга, тел, физиология, достаточного объема прелюдий, это даже уже не прелюдия, это сам секс в прикосновениях, потому что только на одной генитальных оба способе секса вы далеко не уедете, ну, скажем, вы долго не проедете на этом, потом-то вы как раз и начнете искать помоложе, покрасивее, а я опять побегаю вот за этим гормональным всплеском, а вы можете его сами создать за счет достаточного умения, я бы сказал, не чувствовать друг друга, потому что вот эта вот частая ошибка, говорит, вы, пара, должны чувствовать друг друга, нет, вы должны этого друга знать, вы должны знать, как друг другу прикасаться, вы должны знать, что такое прикосновение, вот недавно я выпускал видео про тактильность, вот посмотрите его, там очень много, куда можно дальше, далеко, достаточно вглубь ходить паром, ну, друг по отношению к другу, делайте прелюдии совместные, очень часто девчонки говорят, ну, вот он меня не чувствует, прелюдию не делает, так далее, ну, спрашиваю, а ты сама-то что делаешь, ну, я такая активная в сексе, я там вот это, что делаешь-то, ну, я-то, ими нет, я вот делаю, я говорю, клево, ну, хорошо, один из, а что там, трогать мужчину, там, ласкать его, так далее, не, а зачем, у вас же нет эрогенных зон, я говорю, ну, привет, в смысле, пока. Секс вне брака, хорошо это или плохо? И, опять же, я развенчаю, в принципе, я уже в предыдущей теме проехался по поводу брака, но напомню, брак, это штука, созданная людьми для совместного хозяйства, чисто так формально, она к сексу очень мало отношений имеет, потому что формально, да, у мужа есть доступ к сексу, у жены есть доступ к мужу к сексу, нет даже статьи за изнасилование там супруга, хотя в Америке есть, но это долбанутая страна, вот, и пытаться смешивать понятие секс и брак, это глупо, вы где фиксируете? В бумажке, а до бумажки вы не можете сексом заниматься? Вот это совершенно понятие, пришедшее к нам из 15 века, а также вот ваши бабушки, иногда даже мамы, хорошо их хлебнули, ну, мои мамы, сейчас я не знаю, в нового поколения, наверное, по-другому не может. Когда девочки говорили, если ты занимаешься сексом вне брака, то ты, дальше два варианта всегда было, она либо шлюха, либо блять, шлюха, если она это делает за деньги, там, за подарки, за рестораны, ну, чего угодно можно тут к этому притянуть, либо она, блять, если делает это бесплатно, офигеть, а когда тогда сексом-то заниматься? И им говорили, конечно же, с супругом, это, там, богом дозволенный, там, и вот морально-этичный и правильный момент. Ну, я уже говорил, если мы будем выбирать супругов по теме секса, мы в наше время разводиться будем каждые пять лет. В общем-то, у нас сейчас уже браки особо долго и не живут. Брак – это штуковина, созданная про совместное хозяйство. Не путайте ее никак с сексом, она не увязана никаким образом и никаким боком. Вы можете сексом вне брака заниматься? Да, можете. Это очевидный ответ. Если вы не можете, и ответ моральности, это ответ только вашей личной моральности. По-хорошему, если мы придем не к великим там вот этим вот моральным терминам, и опять же, сейчас я один моральный копнул момент, и второй вывалится прямо вот на голову, то, что называется. Мы берем пару, которая занимается сексом вне брака, проверяет друг друга, сколько-то времени встречаются, сколько-то времени не занимаются только прелюдией, потом начинают заниматься сексом, там год они провстречались, они все еще хотят быть друг с другом, еще друг друга не послали и не возненавидели, начали жить вместе, прожили пару лет вместе, но все, они проверенная пара, они уже пережили несколько кризисов основных, там у них там пятилетний, там дальше уже какие-то пошли, да долгие, но основные все бытовые моменты они уже прошли, и скорее всего такой брак проживет дольше, чем брак, который, ой, какая девочка, как у меня на нее стоит, ой, какой мальчик, я вся теку, а еще у него бабки есть, срочно побежала замуж, а потом оказалось, что они друг другу не подходят, она хочет сидеть дома, а он хочет там умную жену, а она тупела за время, пока сидела дома, и не надо мне вот этих вот фраз, что дома можно, там умнее, чем-то заниматься, и так далее, чем вы там швинил, делами занимаетесь, не, у меня есть подруги, которые не тупеют, но они тоже занимаются какой-то работой, или бизнесом, да, пусть не так регулярно, как мужчина, он вполне себе зарабатывает, чтобы она могла бездельничать, но тем не менее, они все равно выбирают не бездельничать, и что-то делать, это другая история, если вы сидите дома, нянетесь с ребенком, и так далее, вы потупеете все равно, у вас просто нет круга общения, вы теряете социальные навыки, те же навыки выживания, а у нас это в голове достаточно глубоко зажито, мы все-таки в прошлом, млекопитающие, а млекопитающие, либо жрать, либо распространяться, либо там защищаться, либо так далее, и все вот это в голове, и в полном комфорте, вот там и начинаются всякие, и налево походы в браке, и так далее, поэтому, как видите, я копнул тему, аморально ли, не является ли аморальным заниматься сексом вне брака, и оказалось, что наша пара, которая сошлась сильно позже, поженилась сильно позже того, как сошлась, оказалась более рациональным подходом к браку, чем та пара, которая там повстречалась, через две недели поженились, да, я знаю, у меня у одной бывшей, папа с мамой встретились, через три дня подали заявление, и до сих пор вместе живут, но, а сколько других историй, совсем, а, и, как бы, вот про ту пару, да, тоже скажу, чтобы многие не обольщались, я не помню, да, я даже не знаю, кем у нее мама работала, потому что она давным-давно уже не работает, а папа там, профессор математических наук, ну, у него, скорее всего, в голове другие понимания, чем у большинства из нас, он вообще живет чистыми абстракциями, и чистой логикой, ему, может быть, и не нужно ничего для общения, и больше важен комфорт, поэтому там, не только у них там сложилось что-то, да, но они еще совпали в своих стремлениях, сложно, когда не совпали, тогда сложности. А если есть, вот, чувство любви, да, но, вот, просто несовместимость в сексе, вообще, что такое совместимость в сексе, существует ли она, и, как вот, как быть, если, вот, ее нет? Ну, если тебе не нравится заниматься сексом с человеком, я сомневаюсь, что ты какую-то там любовь к нему испытываешь. Если мы придем к тому, что ты же, когда занимаешься сексом, тоже воспринимаешь какой-то гормональный всплеск, и когда ты рядом с человеком находишься, ты воспринимаешь гормональный всплеск. И у тебя было в жизни, что ты, вот, типа любишь, а сексом заниматься человеком не хочешь? Нет. Откуда тогда такой вопрос был? Или это попытка оправдать, что, ну, вот я вот не решила, хочу я этого мальчика, не хочу, люблю, не люблю, да ты не решила все. Причем, на самом деле, ты с самого начала не решила, и просто трахаешь человеку мозг. Я даже знаю ситуацию, когда, я рассказывал даже, когда парень встречался с девчонкой, и вот у них петтинг, так далее, прелюдии, все дела, а секса нет, не дает и все. Ну, здесь все просто, девочка ищет другого человека, а он проходной вариант, поэтому можно что-то делать, но нельзя делать дальше, ну, ему это нафиг не надо, конечно же. Но если она нашла того человека, а он вот ничего не умеет, ни там, ну, никаких познаний в сексе, и все как-то не так делает, не так, как нравится, как хотелось бы, там, что вот. Книжки читать, или смотреть кучу моих роликов, которые я уже отснимал до этого, там достаточно много про, и как минеты, ну, меня как минеты, я не снимал, я не знаю, для мужчины хватит, там и про кунилингус, и про тактильные зоны, и секс как искусство, где можно там познать другого человека, тактильность очень сильно, там 40 минут до неба, это вообще для людей, которые вообще не понимают, как, что такое прелюдия, как бы, и вполне способ для них, чисто технически, эту прелюдию соорудить на 40 минут, так что, это не умеет, это вопрос такой, это я могу выпендриваться, ой, девушка ничего не знает, ничего не умеет, мне вот надоело уже, их всему, надо учить, там, так далее, с моей колокольни, да, это может быть, уже есть некая в этом проблема, но поверьте, как бы, обычно, вот у обычных людей, там, разрыв знаний, он очень невысокий, он, как бы, там, ну, потратить 10 часов на совместное обучение, и все там получится, просто, если вы не, вот опять же, возвращаемся к тому, что вы должны уметь говорить на эту тему друг с другом, а очень часто вы не можете, и поэтому нужно вначале накатать себе дорожки нейронные, чтобы вы могли общаться на эту тему, а не просто сидеть, мычать и думать, ой, он подумает, ой, не подумает, он почувствует, он не почувствует, нет у нас органа, чтобы чувствовать другого человека, у нас есть знания и навыки, навыки мы приобретаем в процессе, и есть также обратная связь, комментарии нашего партнера, и обсуждение того, что мы делаем, поэтому учитесь разговаривать друг с другом, учитесь воздействовать на друга тактильно, смотрите про всякие нюансы, типа Кунилингуса, точки Джи и так далее, ну а все остальное вы приобретете в процессе. Итак, с вами был Чалышев Сергей, магазин magicvant.me, смотрите другие мои видео, задавайте вопросы в комментариях, после этой темы, я думаю, должен будет насыпаться целый шквал гневных фраз, что все не так, все не эдак, где же наша мораль, глубокая нравственность. До следующей встречи, с вами примерно через неделю.